Кормить и по требованию, все как положено. Светлана Снегирева помогла появиться на свет нескольким сотням малышей. Женщин работает акушеркой уже 37 лет. Она ежедневно заботится о 30 молодых мамах и их детях. Акушерка, она же стоит у истоков рождения новой жизни. То есть она слышит крик первый, дыхание слышит ребеночка, видит счастливые глаза родителей. Ну, не это ли счастье? Такое счастье для Светланы Петровны дело семейное. Две сестры тоже работают в медицинской сфере, а вот дети занимаются точными науками. Поэтому старшая акушерка надеется, что медицинскую династию продолжат внуки. Пока же учит пациентов, казалось бы, элементарным вещам. Отличный специалист. Сегодня утром, когда я поступила сюда, ко мне сразу же пришли. Мне сразу все показали, рассказали. Точнее, напомнили мне. Все-таки, как бы, большая разница у детей. Напомнили, как пеленать, напомнили, как кормить, напомнили, как ухаживать за ребеночком. 5 мая по всему миру отмечали день акушерки. 12 мая – праздник у медицинских сестер. В Центре охраны материнства и детства в честь этих праздников решили поощрить лучших представителей профессии, вручить денежные премии. Мы решили провести конкурс, в котором мы голосовали именно пациенты, мамы и ухаживающие за своими новорожденными детьми, чтобы оценить работу среднего медицинского персонала. С лучшей акушеркой мы вас уже познакомили. А вот лучшая медицинская сестра – Ирина Лукьяненко. Ежедневный осмотр новорожденных с экстремально низкой массой тела. Массаж, умывание, помощь молодым мамам – все это входит в ее обязанности. В профессии она уже 33 года. Число детей, о которых заботилось, уже сотни. В профессию Ирина Петровна уверена, ее привела судьба. У нас был медучилище, один единственный набор и одна группа детских медсестер. И то есть нас выпустили в 1986 году и все. Потом убрали эту группу. Больше она не существует. С ней разговариваешь, наверное, как с мамой. То есть это такой старший помощник, который где-то может и наругать то, что там неправильно держишь, неправильно кормишь, неправильно что-то делаешь. О скорой награде ни Ирина Лукьяненко, ни Светлана Снегирева еще не знают. За ежедневную работу их отблагодарят только в День медицинского работника – 16 июня. Тария Демиллер, Алексей Фризин. День с толком. По поводу фарбинику. Продолжение следует...